Добрый вечер всем! Сегодня у нас 11 января 2023 года. Время у меня на часах 9 часов 30 минут. Как мне сказали сегодня, что только на часы смотрю и только снимаю видео в этой комнате. Ну что делать? Ну, вы знаете, на улице идут дожди у нас. Ветер, вот я слышу, воет опять у нас такой, знаете, сильный. Ну, такое время года, когда дожди, время дожди. И, знаете, много куда не погуляешь. Сегодня даже, ну, вот так вот во дворе тут погуляли с Райкой, походили. А, знаете, я сегодня дома целый день одна была. А так, чтобы куда-то идти, даже, знаете, не хочется. Даже на машине неохота было выезжать. Ну, потому что дождь идет, и уже погулять. Ну, или надо зон с собой брать, или, в общем-то, еще собачка. То есть, короче говоря, так, занималась своими делами домашними, которых у меня всегда много. Зачем-нибудь нахожу какое-то занятие. То есть, в принципе, много опять слушала аудиокниги, как обычно, знаете, фильмы смотрела. В общем, вот такими делами-то и занималась. Завтра поеду, наверное, в первой половине за Жанлюком. Кстати, готовила обеды на завтрашний день, чтобы завтра уже ничем таким тоже не заниматься. Пока он дома будет, уже не буду готовить обед. Ну, и сегодня нам еще с Райко пришло письмо от ветеринара, что нам нужно его посетить ветеринара и поставить ему будет прививки. То есть, я ему еще показала, говорю, смотри, тебе письмо пришло. Ну, он, естественно, понятное дело ничего не понял, смотрит на меня. Но ветеринаров-то он у нас очень и очень не любит. То есть, там осмотр, видимо, будет, кровь, может, у него возьмут, не знаю. На анализы, потому что написано, что общий осмотр нужно сделать, а потом поставить соответствующие прививки. В общем, короче говоря, обрадую Жанлюка, потому что это дополнительные, конечно же, расходы будут. Ну, не дешевые. Вот, это так. Вот немножечко об этом. А дальше, что хотела сказать, мне написали еще о том, что я смотрю страшные фильмы, смотрю страшные, значит, там всякие страшилки, короче говоря. И не боюсь ли я дома одна. Ну, не знаю, была это шутка или это правда. Ну, дома одна я не боюсь, у меня Райка дома. А вообще, знаете, вообще я человек, тот такой человек, который боится и темноты, и который боится, ну, некоторых домов. То есть, понимаете, не в каждом доме я могу остаться одна на ночь. Бывают такие дома, где я боюсь просто. Вот. Вы знаете, тоже какой-то был период, что я очень боялась и темноты, и домов. Сейчас все меньше и меньше. С годами как-то стало меньше всего бояться. Вот. Хотя вообще, конечно, бывает такое у меня, что мне страшновато. Вот. Но собакой нет, потому что собака у меня, он у меня еще, знаете, так храпит ночью. То есть, я его слышу так смешной такой. В общем, короче говоря. Вообще, у меня всегда собаки или кошки. Я всегда с кем-то и животными и живу. Вот. И, кстати, как раз, ну, раз чуть-чуть про мистику как бы стала с вами говорить, немножечко хочу, наверное, ну, спросить у вас. Может быть, у вас тоже так же и бывает. Вы знаете, у меня мой телефон, у него всякие, знаете, как бы это сказать, там, знаете, дозвоны, звонки. То есть, всякие уведомления, он мне так позвякивает. Не то, чтобы звенит, но периодически так позвякивает. Все время, вот целый день какие-то, знаете, такие издает звуки. Вот. Ну, естественно, когда ложусь, он тоже самое у меня там и, ну, на втором этаже, он возле меня. Потому как я смотрю что-нибудь, читаю там, отвечаю на ваши вопросы, иногда просто что-то смотрю. Он тоже всегда, как говорится, со мной. То, вот, знаете, заметила я, и, кстати, Женюк тоже отметил то же самое. Мой телефон, как только я засыпаю, он перестает позвякивать. Вы знаете, все, тишина, всю ночь. И вот начинает позвякивать уже снова. Вот я только открываю глаза, и он начинает звенеть, прямо, знаете, не переставая, как бы, все сообщения, которые у него накопились, он начинает мне выдавать. Вот, не знаю, что это такое. Он у меня не настроен, что я думала, может быть, ночное время настроен или еще что-то. Нет, ничего такого нет. Если я его вечером, ну, ночью беру, ну, бывает, не могу уснуть, беру телефон в руки, он снова начинает звенеть. Звенит все нормально, как говорится. Ну, только стоит мне вот начинать засыпать, начинаю засыпать, он как будто бы, ну, не отвечает. То есть это не настроенные уведомления, допустим, какое-то определенное время, они все время там. Но именно в тот момент, как я просыпаюсь, я могу проснуться, ну, допустим, в 8 часов. И если я проснусь в 9, он не будет звенеть, он только именно начинает звенеть в тот момент, когда я просыпаюсь. В общем, не знаю, как это связано и как это объяснить, не знаю. У меня же Люк тоже говорит странно, говорит, как только я тебе иду будить, твой телефон в это время начинает звенеть всегда. А будет он меня в разное абсолютно время, то есть по-разному, когда как. Вот, не знаю, это у всех так, может, как-то знаете, ну, я не знаю, это, может, какой-то интеллект такой у него, ну, примитивный, я не знаю. Как это, даже не могу объяснить. Может, какое-то есть простое, препростое объяснение. Вот это я так немножко, знаете, такое отступление немножко мистическое сделала. А вообще, знаете, хотела еще сказать, ну, может, это так. Знаете, так, как говорится, просто ни о чем. Я сейчас тут, короче говоря, знаете, некоторое время назад, причем совсем не очень давно, слышала я такую теорию, что наша Земля, она не круглая, а плоская. Вот все время думала, думаю, ну, надо же какую ерунду, люди-то и говорят, ну, совсем ерунда. Вот, а тут что-то как-то мне попалось, какая-то, ну, какое-то видео, я его открыла, думаю, посмотрю-ка я, о чем там это, этот бред, думаю, посмотрю. И вы знаете, так я за этим заинтересовалась, что у меня вдруг даже самой закрались какие-то сомнения, потому как одно видео на эту тему посмотрела, второе видео, третье видео, то есть на эту тему, где люди именно не просто болтают всякую ерунду, а именно это доказывают, доказывают, причем так интересно, знаете, на мой взгляд, и так убедительно, что я даже сама засомневалась. И, ну, когда я уже засомневалась, так задумалась, я сама себе сказала, господи, ну, если, допустим, предположим, это правда, то тогда все, о чем мы знаем, все это вообще ерунда, вот. То есть мне это как-то стало интересно, думаю, ну, надо же, что только в этой жизни-то не бывает, даже то, что, казалось бы, ну, нельзя, непоколебимо, как говорится, оказывается, оно бывает тоже и не совсем, может быть, как бы подвергается сомнениям, вот так вот. То есть довольно-таки интересная тема. Ну, кто, знаете, любознательный такой, любит все, советую посмотреть. Кстати, на мой взгляд, тоже интересно, почему бы и нет. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, не берусь судить, но послушать, вот. Это для тех, кто любознательный, кто хочет знать все, хотя бы попробовать, ну, послушать хотя бы теорию. Вот так, ну, может кто-то сказать вообще полная ерунда, ну, не знаю. Разговорят, значит, почему бы и нет. Вот. Это я об этом. Ну, и еще хотела несколько совсем немного сказать слов о моих детях, потому что у меня такой вопрос был, что вроде как я часто много говорю о детях Жанлюка, но никогда не говорю о моих детях. Вы знаете, я как-то, ну, было у меня несколько видео, там, по-моему, у меня даже, знаете, есть видео, где моя дочь там вскользь проскальзивала. Вот. Уже много лет, больше, чем я, потому как у меня там внучка, которой 13 лет, вот, дочка моего сына. Он у меня хорошо там устроен, свой дом имеет. В общем, короче говоря, живет неплохо, недалеко от Берлина, вот, работает, естественно, жена у него работает. То есть, в общем, они довольно-таки успешные такие люди. Ну, нормальные, короче говоря. Дочка тоже мне спросили, где она. Она у меня здесь, она у меня во Франции, живет от меня, ну, минут 40, наверное, город Шале. Немножко крупнее, чем город Лесон, вот. Ну, мы с ней, как я уже говорила, нечасто встречаемся. Она тоже у меня работает, тоже, как говорится, занимается своим делом. Все у ней нормально, все у ней хорошо. Хорошо стоит на ногах, двое детей имеет. О моих двух внуков, все их знают, вот, Вова и Кира. Вот, иногда Вову ко мне привозят. То есть, как бы, знаете, так, в общем-то, я о своих детях рассказывала. Ну, а так, знаете, конкретно, как бы, рассказывать о их жизни, как они, допустим, познакомились, как они тут очутились, я этого не могу. Знаете, это не моя жизнь. Это, так же, как и о детях Жанлюка, тоже не могу какие-то, знаете, подробности. То есть, я, в общем-то, так рассказываю, ну, вот, в общем. А конкретно, конечно, нет. Почему? Потому что, ну, это, знаете, у них своя жизнь. Там какие-то, такие, знаете, дела и нюансы. Это уже, как бы, не мои дела. Вот, я у них разрешения на это дело не спрашивала. Вот, все, как бы, снимаю, когда иногда спрашиваю. Я могу вас поснимать? Можешь. Ну, могу, значит, могу. Вот. Ну, сына-то вот не получалось. Я тут его звала к себе в гости. Он говорит, ой, нет-нет-нет. У меня там хозяйство, говорит, кошки, собаки у него. А собака, две кошки, он говорит, лучше ты к нам приезжай. Я говорю, ну, тогда я возьму свою собаку и приеду к тебе с собакой. Он говорит, ну, приезжай, значит, со своей собакой. Вот. Ну, если, говорит, твоя собака не боится кошек, потому что кошки у него очень такие злые. Одна, говорит, особенная. Ну, вот так вот. Такие вот дела. Поэтому, ну, если я вот соберусь, а чего я так, знаете, раздумываю, подумываю, вроде как и надо поповидаться. Тем более пригласили, тем более с моей собакой. Ну, может, и надо все-таки как-то вырваться, поехать. Видите, все время у нас какое сейчас. Сами понимаете, я каждый раз рассказываю о своих планах. Каждый раз куда-то вроде собираюсь ехать. И каждый раз у меня что-то не получается. Ну, это от того, что, видите, сейчас нестабильная такая ситуация. Надо подпереждать чуть-чуть, хотя бы до весны, мне кажется, посмотреть, что у нас будет дальше. Ну, а потом уже пойдем, посмотрим, как говорится. Вот. Не так, чтобы все плохо-плохо, но нужно быть довольно-таки осторожным. Сейчас всяких этих, как бы это сказать, планирований своих, каких-то поездок, таких, знаете, крупных каких-то мероприятий. Вот так вот. Это я по поводу того, что я о моих детях, ну, вроде как все рассказала. Вот. Так что у меня двое детей и трое внуков, получается. Вот. Ну, что хочу еще сказать. Дочка, она меня так вот, знаете, тоже мне допишут. Ну, вы вроде можете ехать, дочери там, к своей и прочее. Ну, время от времени. Да вы знаете, дочь меня, меня-то она зовет, а Райку, мою собаку, она не зовет, потому что шерсти говорит от него много. И я, говорит, не хочу в своей квартире никаких собак. Не то, что она их не любит, но она к ним так терпеливо относится. Так, это на расстоянии. Вот. Не кошатница, не собачница. Вот. Это у меня сын, он любит и кошек, и собак. А она как-то так. Лучше никого не нужно. Ну, вот так. Она зато, говорит, я свободна от всяких животных. Хотя их не обижает тоже. Вот. Это я так рассказала о моих детях. Ну, и два слова еще скажу о том, чем сегодня занималась. Извините. Чем я сегодня занималась. Вы знаете, много времени потратила. Сегодня я за компьютером сидела. Сидела за компьютером, писала какие-то, знаете, там, не то, что много работы было, но пока разобрала, там, знаете, пока думаю, что это, да как это. Ну, YouTube мне отправил декларации, нужно было заполнять какие-то декларации. Вы представляете, еще деньги никакие мне никто не дал, не перевели ничего. А декларации с меня уже требуют. Пришлось заполнять какие-то декларации. Хотя, знаете, еще ничего никто мне не заплатил, ничего мне не дал. Вот так вот. Видите, как тут. Тут это, знаете, говорят, что, ой, такие деньги, тут все гребут на YouTube. Ничего никому не платят. Все везде декларируется, все везде, знаете, вычитается там копейки. Там, в общем, короче говоря, еще ни одной копеечки там мне и не дали. То есть, когда дадут что-нибудь, я вам обязательно расскажу, похвастаюсь, что я, наконец-то, что-то заработала. Хотя нет, как я уже сказала, даже не для этого я здесь. Не для этого. Потому что тут, знаете, как там, ну, честное слово, там, наверное, если что-то заработаешь, что-то будут очень смешные деньги. Может, 100 евро я заработаю, вот за год получается, да, год я работала, 100 евро получу. Может быть. И то, пока еще это, знаете, я еще только какие-то декларации, какие-то там не знаю что. То есть, все время какие-то бумажки мне приходят. Ну, в печатном варианте, в компьютере все нужно, чтобы заполнять, заполнять, заполнять. То есть, все время чего-то заполняю, пока ничего еще и не получилось. Так вот я вам рассказать, чем я сегодня занималась. Знаете, сама себе говорю, ну, вот зачем ты этим занимаешься, если там, ну, собственно говоря, в том, думаю, ну, надо. Знаете, люблю просто порядок. Вот пришла какая-то бумажка, мне на нее нужно ответить. У меня прямо это уже как-то, думаю, ну, ладно, ну, может, что-нибудь там не будет. Ну, куплю какие-нибудь аксессуары для того, чтобы микрофон куплю. Сама про себя думаю, куплю микрофон. Ну, давай пиши, думаю, Марина, давай заполняй все эти бумажки. Короче говоря, сидела и заполняла. Ну, вот еще, знаете, тоже разобраться не во всем могу, потому что там первый раз такие бумажки мне пришли. Ну, такие документы какие-то. Ну, в принципе, нетрудно. Нашла в интернете, как это делается, все это посмотрела и все это заполнила, потому что не на русском языке было, пришло мне на французском, так как я из Франции зарегистрировала свой канал. Вот так это немножко я так о своем канале вам рассказала. Но сегодня много говорить не буду, потому что даже не знаю, о чем можно еще поговорить. У меня как-то, знаете, бывает много всяких, что хочется сказать. А бывает так, что вроде как вот так, вот знаете, день такой был, что вот в компьютере, да, в аудиокнигах, да, в общем-то, я сама в себе где-то с собой занималась, вот. То есть особо-то, как говорится, ничего такого интересного-то у меня и не произошло. Завтра, может быть, мой охотник приедет и чего-нибудь мне и расскажет, потому что, ну, когда он у меня тут уехал, мы так расстались с ним, ну, мягко говоря, не очень, как бы это сказать, ну, не совсем в дружелюбных таких отношениях, потому что он умчался, злой, призлой на меня. Ну, а я так, знаете, отвезла, его дверь, как говорится, закрыла в машину и уехала. Так посмотрел и даже не ожидал, что я ему ни здрасте, ни до свидания. Ну, и, естественно, ни я сообщение ему не отправила, ни он меня не отправил. Поэтому он не один, в конце концов, он со своим сыном, поэтому ничего такого страшного нет. Ну, единственное, что когда он уехал, я заметила там у меня в моих, ну, в моих, как говорится, делах тут, ну, в моих папках открыла, смотрю, он мне деньги оставил, так скажем, компенсация за то, что я тут одна на два дня остаюсь, то есть, ну, чтобы я, наверное, не скучала. Ну, ладно, думаю, и на том спасибо, что поставила мне деньги на развлечения, которые я не потратила, естественно, потому что, ну, куда же я пойду с Райкой? По ресторанам мне одной скучно ходить, да и нелюбитель, знаете, еды, как говорится. Я нелюбитель что-то такое вот это, как бы это сказать, нелюбитель, чтобы вот есть. Я минимум, кушаю минимум, а так подумала, думаю, ну, наверное, куплю или из одежды что-то куплю себе опять, потому что у нас скидки начинаются, ну, или еще что-нибудь, посмотрим. В общем, как говорится, были бы деньги, а куда потратить, я их найду, может, что-то из косметики, посмотрим еще. Даже не подумала, вот сейчас вам рассказываю про эти деньги, сама, кстати, их забыла, только вот сейчас вспомнила, что он же мне деньги оставил. И прямо говорю с вами, я сама думаю, куда бы мне их и потратить. Надо подумать, как говорится, найдется, куда их пристроить. Ну, ладно, всех вас люблю, целую, обнимаю, спасибо вам большое, опять же, за просмотры, за то, что вы меня слушаете, за то, что вы мне пишете комментарии, вот. Ну, надо, знаете, просто вот самой подумать, о чем можно и рассказать, потому что тем-то на самом деле много, но, знаете, не все темы можно рассказывать. Я вот вам про плоскую землю сказала, а сама думаю, господи, надо же это, может, расскажет такую ерунду и говорит, хотя мне очень даже эти видео и понравились. Ну, ладно, пока-пока, до завтра.